Меню в школьной столовой должно быть разнообразным и полезным. Чтобы получить вкусный результат, для этого нужны не только качественные продукты, но и современное оборудование, которое позволяет ускорить процесс самого приготовления. Наша съемочная группа оценила подготовку школьных столовых Самары к новому учебному году. Больше никаких граненых стаканов, алюминиевых кастрюль и сколотых тарелок. Столовую в 64-й Самарской школе не узнать. Посмотреть новое помещение приехали депутаты городской думы. Здесь полностью поменяли обеденную зону. Цех по производству, починили канализацию, электричество, закупили новую мебель и посуду. Ирина Портынина профессор по школьным щам вот уже 37 лет. Не нарадуется новому оборудованию. Теперь на нем одновременно можно готовить несколько блюд. Он готовит все. Он готовит выпечку, готовит каши, готовит котлеты. Ну, в общем, все. Он ускоряет процесс готовки? Ну, конечно, ускоряет. А до этого были такие или они более старые? Нет, более старые. Был пекарский шкаф. Он держал температуру. Ну, полчаса было готовить на ней. В 17 городских школах появились новые посудомоечные машины, овощерезки, новые плиты. А для работников кухни оборудовали душевые комнаты и туалеты. Эстетика, красота. Это так, как маленькие дети, это тарелочки должны быть маленькие, не огромные для взрослых. То есть детская посуда эстетически грамотно, правильно оформлена. И, конечно же, требования к директорам кабинета школьного питания. Питание должно соответствовать всем нормам, должно быть спалансированное. И витаминизации будет уделен особый подход. Мы побеседовали и с сотрудниками, конечно, и настроение несколько уже другое. В этом году у нас достигнута договоренность. У нас от трех лет будут заключаться договора на обслуживание. Это позволит комбинатам подбирать более качественно персонал. Одно дело на год. Вы заключаете контакт с сотрудником. У него уже одно настроение другое. Дело это такой трехлетний, более пролонгированный. Задача, которая стоит, это увеличить охват питания. Дальше. У нас присутствует социальный фактор. 20% детей школьного возраста. Напомню, у нас на 1 сентября 123 тысячи детей. Мы кормим бесплатно. Это не жесткая цифра. То есть, если есть проблематика и увеличивается, мы вносим изменения в бюджет. Два главных новшества этого учебного года. Столовые будут работать и по субботам. А родители сами смогут выбирать меню для своих детей. О вкусах спросят и учеников. Каким они видят свой школьный завтрак и полдник. Отдельное внимание уделяют диетическому питанию. Никаких жиров и вредных добавок. Новая техника готовит кулинарные изыски на пару. Всего в этом году отремонтировали 159 школ. Еще 50 приведут в порядок следующим летом. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События.